Ликвидацию неприкосновенных в любом государственном институте. И что мы получили? Мы получили уголовные дела, мы получили депортацию с мешками на голове, мы получили унижение, мы получили цинизм с Мальдив, и мы получили фотографии наших героев, которых они прилепили к никчёмным, уродливым конструкциям, и ими прикрываются. Они прикрываются нашими с вами героями. Которые четыре года назад отдали свою жизнь в этом месте, в центре Киева, за счастливое будущее своих детей, своих родных, своих друзей, простых украинцев. Дорогие украинцы, у нас всех был шанс стать частью системы певтократов. У нас всех был шанс стать миллионерами. Но мы выбрали с вами честь и достоинство. И никто его у нас не заберёт. Ни Пётр Порошенко, ни Ринат Ахметов, и никто другой. Мы с вами обязательно восстановим справедливость. Вы видите, олигархия не работает. Ни одной коммерческой рекламы, ни одного коммерческого ролика не было на телевидении. Но мы все всё равно собрались и будем собираться, пока мы добьёмся одного – полной победы украинского народа. Кому принадлежит эта страна? Вам принадлежит эта страна. Кто должен строить эту страну? Вы должны строить эту страну. И мы не дадим им, мародёрам, украть вашу победу ещё один раз. Мне задают много вопросов. Кто будет лидером Руха Новых Сил после ссылки Саакашвили? Им останется Миша. И он останется таким же патриотом и летовым солдатом Украины, каким он являлся много-много лет. И с Европы, и в Украине, и с Грузии, и с Азии, и с Америки. И с Азии на всех фронтах до полной победы. Слава Украине! И с Азии! Друзья, у нас, кроме того, что метро не работает, тут также глушат интернет. И те, кто мог сделать стрелку с Михаилом, сейчас у них огромная проблема. Тем не менее, я попрошу опустите трошки прапори, оскільки людям, которые стоят далі, не видно, что будет происходить на экране. Я думаю, что сейчас на это попрацюють инженери. Тем временем, и с важным сговорением, Юрий Доревянко. Дорогие украинцы, сегодня в Украине вышло больше, чем 100 тысяч людей на мирную акцию протеста. Сегодня больше, чем в 26 местах Украины вышло по 2-3 тысячи людей. Дорогие друзья, сегодня глава не только украла нас в Майдан. Сегодня глава нам показала, что она будет это делать дальше, дальше и дальше. Сегодня здесь светлые, обличья людей, которые понимают, что все должно быть только в наших руках, что наше будущее зависит от нас с вами. Мы находимся на символическом месте. Само здесь был прихисть тех студентов, которых нечестно были 29 числа в Беркуте. Само здесь, в Украинском соборе, под защитом Божим, прихистили наших парадоксов, которые сюда текали. Само здесь появилась энергия, которая украла банку Януковича. Само сегодня мы имеем святый день, когда мы говорим один одному и просим пробачивания. Пробачивания за нашу байдужость, пробачивания за то, что мы упускали руки, пробачивания за то, что мы были неверены. И сегодня мы тут просим один одного пробачивания также. Пробачивания за то, чтобы сегодня Господь Бог нас всеком благословил. И чтобы мы получили победу ту, заради которой померли наши хлопцы 4 года назад. Мы с вами маем борьбу не просто с Порошенко, который сегодня очолил клептократию и олигархию. Мы сегодня маем борьбу с коллективным Порошенко, его олигархами, его посипаками на местах, которые обманывают, которые перекрывают метро, которые блокируют шуткисный трамвай, которые перешкоджают тому, чтобы был звездок, и чтобы мы сегодня увидели наших граждан по всей стране, а также Михаила Закашвили. Мы сегодня с вами встали в борьбу против олигархии. Поэтому мы маем с вами быть в единстве, быть сгуртованы, организованы, и мы маем очень четкий план дій. Первое. Кожный наш марш, каждый наш мирный протест позволит до того, что нас стае больше, больше и больше. Сегодня повстала вся Украина. Это очень хорошо, но этого еще недостаточно. Мы маем и мы створюем сегодня, мы оголошуем про створение сегодня комитетов громадянского опору по всей Украине. Представники комитета громадянского опору, который не является политическим утворением, мают быть у каждой многоповерховки, у каждого города Украины. Представники нашого спільного комитету громадянского опору, мают быть в каждом месте, в каждом маленьком месте, селе и селище. Представники комитета громадянского опору, мают доносить до людей честно-объективную информацию, объяснивать, что происходит, пробивать блокаду информационную, которую сегодня стояли олігархи, мают в руках ЗМІ, мают в руках величезные деньги, мают в руках адміністративный вплив и думают, что они всех нас поставят на колено. Но мы не рабы, мы довели 4 года назад, в всей Европе, Украина показала, что граждане Украины имеют гидность, и мы доведемо, что мы всю справу доведемо до конца. Другое, комитеты громадянского опору мают также принять быть створены группы активных действий. Среди нас много людей, которые требуют действий. Эти группы активных действий мают не давать спокою и поведомлять каждого посипапа Порошенко, прокурора, судью, чиновника, корупционера, который сегодня поддерживает эту криптократическую банду Порошенко, в том, что мы знаем, кто они есть. Именно эти комитеты начнут формировать списки, как на региональном, так и на национальном уровне, которые должны стать своего часа санкциональным списком, чтобы против тех людей, которые обыкрали всю страну, мы требовали проведения санкций. Именно люди, наши представители Комитета громадянского опору будут заниматься подготовкой наступного мирного маршу всеукраинского, но не только там, где есть областные центры, а всех без исключения центральных площадь каждого районного центра. И у нас будет на этих маршах миллион, миллион, миллион украинцев, которые, даст и честно скажут Порошенко, иди геть, иди у отставку, адже наша главная вимога – это отставка Порошенко. Наша главная вимога – Порошенко у отставку, так? Порошенко! 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 Шановні українці, нас дуже часто запитую, а чи ми маємо план дій для того, щоб Україна стала успішною, вільною і процвітаючою? Так, цей план дуже простий. По-другому, ми маємо провести праймерість серед усіх кандидатів від усіх демократичних партій, яких ми маємо підтримати на посаду президента України майбутнього. Рухлових сил також буде висувати свого кандидата, який візьмив в праймерість участь. І це має бути той кандидат, який підтримує концепцію швидкого перезавантаження країни, який підтримує концепцію таку, щоб за один рік ми змогли забрати олігархів від влади, ми могли забезпечити зміни в Конституції, які дають нам можливість карати і притягувати до відповідальність або депутатів, або президентів майбутніх. Це будуть зміни, які дають нам можливість відновити абсолютно повну конкуренцію на всіх ринках, які нам дають можливість відновити всі незалежні інституції, так звані регуляторні комісії і контрольні інституції, які припинять грабувати людей через тарифи, через завищені ціни, і ми це все маємо зробити. Ми маємо в той самий час, в цей рік. Швидке повідомлення, друзі, прошу. Доброго дня всім. Ми представники добровольчих батальйонів. Ми стоїмо вже 4 місяці під Верховною Радою. Ця случайна влада, вліна, чулись Морошенкові, все з ними, нас побила вже не один день. І зараз цей період часу, коли ми з вами тут стоїмо, наші хлопці зараз знищують і з наметами разом під Верховною Радою. Докі ми будемо говорити, розказувати тут, нічого не буде. Люди, я вас всіх прошу, запрошуюте підтримати хлопців до Верховної Ради. Ми маємо захистити саме себе від політичних репресій. І зараз наметове містечко під Верховною Радою. Це єдиний центр опіру революційних сіл корупційному режиму. Друзі, будь ласка, підтримуйте нас на захист наметового містечка. Дякую, слава Україні! Друзі, зараз поступово ми це зробимо. Зараз щоденько зачитуємо резолюцію і відправляємося до наметового містечка. Організовуємо. На ці колони ми зараз станемо. Я з Юрією Давидовом, з Лобцями, з Олею. І будемо, щоб без тисня ми йшли, швидко зачитуємо резолюцію. Друзі, є зв'язок з Михайлом зараз, що терміновий? Є? Друзі, ви бачите, що робить банда Порошенка. Ми зараз спокійно, мирно йдемо на площу Конституції для того, щоб захистити наших хлопців там. Для того, щоб відстояти той майданчик, з якого ми починали наш протест. Але ми маємо бути єдині і сильні. Я переконаний, що ми обов'язково переможемо. Тому давайте ми зробимо те, про що ми тут сказали. Слава Україні! Слава! Друзі, у разі, якщо там зараз, я думаю, як тільки ми підійдемо, все закінчиться, хто ще готовий, повернемось сюди. Підтримується така позиція? Так! Михайло готовий з нами бути на зв'язку, друзі. Друзі, зараз поки що ще стоїмо на місці. Поступово, не йдемо всі. Спокійно. Спокійно, йдемо зараз. Зараз йдемо, але йдемо поступово. Частина людей йде вже, щоб не було тиснявих. То чому ви тут стоїте? Йдіть, будь ласка, йдіть. Зараз йдемо всі разом, поступово. Чи, друзі, робимо наступне. Донбас з частиною людей пішли туди. Зараз ми від них отримуємо інформацію, що там робиться. Зачекайте, не панікуйте. Зараз ми отримуємо інформацію, що там робиться. Після того, як інформація буде підтверджена, ми організовано, інша частина рушить сюди. Зараз ми тут продовжуємо мітем і чекаємо на підтверджену інформацію. Зараз пішов Донбас і пішла достатньо велика група людей до наметового містечка. Ми чекаємо від них інформацію. Поки що продовжуємо виступати. Питаю вас. Питаю вас. Туда-туда питаюся. Питаюся з ним, що збрався зараз на плащадян. Збрався з Києва. Збив інших із України. Порошенко выбросив мене зіла із країни. Я думав, що він відбував для себе проблему. Коє він істосний. Проблема у нього і за картина була. Люди виходять і за картина. Люди виходять і за Україну. І проблему зараз у нього поглося на плащадях Києва. Збив інших із Одеси, Ханкова, Путка. Від інших городів України. Вся Україна стала, як правильна сказала Києва. Вся Україна вже не спокоїться, пока не залишит свій кабінет, пока не залишит свій кабінет, пока не залишит свій кабінет. Адже він відбувається, але він не зможна зглухати український народ. України народу ничем вже не залишит. І це дуже важливо, що зараз відбувається. Тому що реально... Реально, ви шли дуже дуже хороші люди. Посмотрите на свій свій кабінеті. Посмотрите, якого качества образована весь влас, інтелігенція, просто на улиці. Це вас не вороги, це вас не проплачені теклухи, це вас не вороги, це вас не вороги, це вас не вороги групи ворожені, це вас не господарські наняті. Це стояція народу України. І це все працює в Україні. Це не зборожені. Оставалася повідь. Тому що прийти і на коленях просити вас прощення. Тому що прийти і молять прощення за обмагнуті надежи, за фарифи. Тому що прийти прощення за те, що вбивають наших дітей, тоді, коли вони збирають нам актива. Тому що прийти прощення за те, що як ніколи він дали свободу і волю олигархів. І практично полностью все погляжуть склади, і воно все гармоні все більше забрав за олигархів. Тому що прийти прощення за те, що молодіжь України, і тільки молодіжь, винувши на вулицях зільйонами, відповідь прощення інших інших країнів, тоді, коли вони збирають, без цього України не дають у нас минулку можливості відбуваться в собственій країні. Тому, звичайно, у нас немає багато времени. Ми будемо, ми будемо, ми будемо передати. Сьогодні переломний день для нашої боротьби. Сьогодні, ніколи, сьогодні переломний день. Комитет і відбування, який ми здаємо, не дадуть їм спокійно продовжувати. Ми не дадемо їм довести Україну до ручки. Ми не дадемо їм убити Україну. І ми дадемо, я согласен, у нас буде слой президентський кандидат, народний президентський кандидат. В любом случае, у нас вибори турові. Тому, одна турова во второй тур должен не выйти. У нас дадуть два кандидата, ноль не Порошенко, из которого буде выбран президент України. У нас зазорит 300 честных порядочных людей, которые прийдуть не за облачением, а за тем, чтобы сократить радикально расход на этот аппарат, и все деньги пуститься на рост. И облечить ярмодля визы, облечить свою, дать свободу предпринимателям, фермерам, дать пенсионерам, дать нестили тарифы. Я это говорю не как человек, не как какой-то попутник, а как человек, который это делает, точно знает, сколько бы нам ни уманили голову, рассказывая о том, что лучше быть не может, хуже быть не может Украина. И будет намного, намного, намного лучше. И я тут сейчас нахожусь в Европе, и я вижу, насколько упал авторитет украинской власти. Но я тут не сижу, опустим руки. Я езжу. Сегодня у меня очень важные встречи, я вышел на очень важные встречи. В ближайшие у меня будут встречи. Точно так же, как и есть список по олигархам Путина, точно так же будет список, по список, бандитский список, по тем людям, которые крабят украинские народы, которые забираются на спасление, которые крадутся в аппаратную помощь. Они не должны, после того, как не будет лучше его в Атласте, они не должны спасти нигде. Их не должны принимать нигде. Их должна ждать тюрьма. И в Украине, и в Европе, и в Америке за то, что они унизили и ограбили украинский народ. И как еще раз, низкий вам поклон. Низкий вам поклон за то, что вышли. Вы показали, он вот что делался, что закрыл метро, закрыл Крещатик. Настоящий сильный старитель, что же, защищается своими сторонниками. У него сторонников нет. Эти люди, которые вышли пить кофе, эти 700 человек, это не сторонники. Это просто дают люди, которые славят. А он закрылся. А он закрылся. Похлево-минической соте наших героев. И он закрылся. Концентом от людей. Но какие декорации, елки, на Крещатике не спасли этих проворовавшихся ничтожеств? Ни его, ни Ахметова, ни Пинчука, ни других олигархов, ни его, ни его посыпать Луценко и других, ни его, ни Пинчика Авакова, потому что мы никогда не договорились ни с Парасенко, ни с Аваковым, ни с Яшинюком, ни с Кройсманом, ни с остальными ни с Ахметова, ни с Ахметова, мы всегда будем стоять вместе. Лучшая часть Украины восстала. Восстала мирно, спокойно. И это спокойная сила. Но когда нас будет миллион, очень скоро нас будет миллион. Очень скоро. Победа не за горами. Победа предела достигаемости. Сейчас главное не отстать. Главное не дать им уйти. Они слабы как никогда. Я в этом убедился на своем личном примере. Как он меня и судался, а я один человек, а вас гораздо больше. Поэтому я мечтаю о том, чтобы быстрее воссоединиться с вами. У нас все получится. Мы обовернувшим переможем. Помучу правда с нами. Сила с нами. Майкортиз с нами. И Украина переможет. Всех раз, дякую вам, Куртиз. Решаю с вами. Слава Украине! Решаю с вами. До побачення в Києві. Молодець! 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 Пусть и право. 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 И право. Пусть 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 и право. И право. И право. Для тих. И право. И право. Мы готовы. И право. 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 И... И право. 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 И право.